доброе утро дорогие мои друзья я буварова сегодня у нас суббота а значит буваров сегодня базарный день вот смотрите я нахожусь здесь на ну как называется район центр пустой тут никого нет а сейчас полно машины людей пойдемте посмотрим на товары на цены еще предлагает так что прошу прощения гляньте мне даже камеру из рук вырывает какой ветер смотреть магазин пятерочка вот здесь в центре туда вот выезд дорога наезжаем сразу начинается торговля макароны народ еще сильнее сколько много лошадь любили а почем сахар а 60 650 200 по 200 вот это а вот это поскольку тоже 200 все 200 а сахар сколько килограмм 65 рублей с друзья мы всего чего хотите на волон ну цен одинаково вот смотрите пшено мука 350 соли завались как помидоры а чей помидор у тебя все ростовский ростов уже грунтовые пошли да не все тепличные тепличные понятно арбуз сколько стоит сильно зеленый внутри а вкус есть какой-то хороший да я понял ветер конечно сильно на улице не ничего какой цена черешня смотри тут разного такие для рыбаков а сейчас мы пойдем с вами самый интересный павильон который я люблю ходить где продается такие вот фермерский продукт питания сейчас все узнаем чупачо вот постельный белье тут цены извините не знаю спрашивать даже не буду неинтересно вот этот синий ангар тут такой есть в обычные дни он закрыт а вот в рыночной сюда приезжает смотрите сколько народе что тут все есть и рыба вот я смотрю конфеты давайте пойдем посмотрим чё смотрите я даже не знаю на каких а сколько вот такие килограмм стоит ну что так дорого а карточка можно как заплатить не только наличные да блин вот это конечно тут все время добивает что нужен только нал вот эти соська масло тут нам делать сыры мы пойдем сейчас деньги в другом месте посмотрим цены вот смотри колбасы ангар очки как-нибудь можно вас паре вот если только перевода на перевод это еще более менее дайте поглядим чё тут у них есть а чьи че продукт че продукт а тамбургский да смотрите колбасы тут а цены надо спрашивать да да ну от 400 до 600 но вот сколько докторской стоит квадрат 455 а это любительская тоже 455 а сардельки 455 то есть руям и все почти по 455 вот смотри продукцию вот они а этот всякий чеевики а я хотел горчоный сал посмотреть ведь то что-то фрукты какие хочешь какие-то разноцветные сцены смотреть здрасте а карточку можно платить а переводом да я понял выход переводом так смотрите еще один мест на развал что тут интересно то что вот этот все это как бы фермер участник белый смотрите какая шейка и каком карбана а вот просто песню от сала я хотел вот солнца был копченый не вареный смотреть не так вот варен копченый мне вот нужен чтобы был холодного копчения такой тоже есть лицам тоже нам спрашивать а сколько докторский колбаса уста разная да но самое дешевое 300 рублей вару 300 рублей вару салон где у каждого вот это вот стоят пить еще продается 195 вот этих врачка это не видите как я понял при 75 это грунт как курина 30 сердечки 230 и фарш все на куринах тут масло у нас идет мою сладок осмотра вот это по 490 420 масло земляновской какой-то землянской земля хорошая да нормально да ну вот ведь землянским маслом вот тоже колбасы вот тут вот подписан смотри он зацал смотри как ведь у вас слоя вот лицам смотрите еще и где-то есть как сказать такие завязаны купаты как шарм, сервелатная, и тут конфеты, конфеты, вот смотрите, маска, это маска что, маска 370, отталкивается от маски, смотрите сколько конфет тут, смотри, а здесь уже все попродали тут, да? морковка попросту, ага, смотрите, что было, покажу вам, вот это было, и все попробовали, да, не дали попробовать, елки-палки, шитаки даже были, древесные, грибы китайские, идите в твою мать, так хотел шитаков, и все попродали, масло, а масло что у вас? Инжавина, вот это крестьянский 470, да? все инжавинское, все инжавинское, все инжавинское, а частик или завод какой-то у вас там? да, хозяин, да, хозяин, да, ну сыр, наверное, не инжавинский, сыр есть инжавин, а это привозные, да, а инжавинский где сыр? Вот наш российский сливочный закончился. А сливочный закончился? Сыру не понимаю нифига ничего. Как он есть на губах, как пищит. Вот, видите? Тоже. Златов сыр. Вот. Тут даже гуси продаются. Бусы можно надеть на себя и танцевать. Санец он, смотри. Этот сон не сорвает. Товаров завались. Завались. Вот, смотри, цены санец. У нас шоколадная, масло, 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 масло. Вот тут колбаса из Томской, 480 рублей. Ребят, ну смотрите, на цену примерно одни. Они одинаковые везде. Как бы различий нет, только разные люди стоят. Но, сау такого, с сыр копченым я не нашел. Тут колбасы, куря вот эти все. Творог 200, сметана 180, творожная масса 200. А сколько карачок стоит у тебя? 200 рублей. 200 рублей, 225. Это вот этот 225. Это что такое? Это бедро без ска. Бедро без ска. А, уже нет костей там, да? Да. Внутри небольшая кошка, для жарки, для костей. То есть шашлычок. Все, что я понял. Вот, смотрите, завалить. Вот, кстати, удобно. Сколько? Ну, без скачки, да? Да. Удобнее. Нет, они как с трубочкой. Но без скачки. Вот, смотрите. Так, идем дальше. Так, подошли к мясу. Ну, килограмм, наверное. Смотрите, вот мясо. Сейчас так, ну, даже оцену не вижу я. Блин. Сейчас он придет, может, скажет. Мясо чье? Чье мясо? Да. Свиное. Я понимаю, чье? Частное Подгорье, Первомайский район. Тамбовский район. Ну, то есть это не... Не бекон. Не бекон, да? Если вы это имеете ввиду, то это не то. Мясом пахнет хоть, да? Конечно. Когда жарится тоже пахнет. Три, девятьсот пять рублей. Какую цену? Нет. Да, да, да. Лопаста 350 рублей. Ну, отлично. 350 рублей лопаста. Тут какая-то страшная очередь. За колбасными изделиями. Наверное, очень вкусная. Пойдем спросим. Что за колбасные изделия? Жаташ какой-то тут прям, а? Тут вообще устаю. А чья колбаса-то у вас? Это чья? 380 рублей нет. Смотри, что она? Я-то не буду скупать, я покажу тут. Да. Вот это вот, что вы сказали. Вторую колбасу. Да? Сельская, да, новая такая. Девушка, а чья колбаса-то у вас? Моя. Я понимаю. Комбовская. Кто лепит ее? Варит ее? Вкусно варит. Вкусно варит, да? Да, очень вкусно. А, ой. Сейчас. Сейчас поймем. Правда, что ли? Да, мы сейчас поймем. Слушай, вот по той день и ночь я знаю, чья это колбаса. Все понятно. Ну, видите, смотрите, прям вкусная, да? Наверное, хорошая. Отлично. Все, ребятушки, колбаса есть, и она и в Африке колбаса. Смотри, что-то на воду. Все вот за той колбаса. Я вам хочу, кстати, опомнить мне там цель, говорили, вот вот оттуда. Вот если день и ночь, то это оттуда колбаса. Кстати, да, она очень вкусная. О, котлеты. 16 рублей котлета. Пожалуйста, готовые. Так, что тут у нас? Вот кливерность, 210, 7,310. А вот и сало, сало. Сырое копчение я хочу. Но это не то. Копчение натуральное. А если к холодному копчению, чтобы не вареная она была? Таких нету, да? Блин. И, наверное, тут и никто сейчас и не делает, да? Так, ну что, на выход идем. Мы уже посмотрели тут все. К рыбе пришли. Давайте. Скумбра 350. Это что она? Мойва 250. А комбала сколько? Тык знает. А, нет, есть. 360. Минтай 150. Все, ребят, тут еще есть. Здорово. Как дела? Селедка. 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 А селедка в какую цену? 380 рублей килограмм. 280 рублей. Селедка. Это что, утка и хус? Нет, это броня. А, это цыплят, да? Как у цен? 380 рублей килограмм. А сок Сань тоже, да? Сколько? 250 рублей. Сколько? Баночек, да? Ну нормально. Возьмем сейчас попозже. Так, вот смотрите, как это все выглядит. Так, пойдем теперь в мясные ряды сходим с вами, поглядим. Так, а тут у нас мясной, скажем так, отдел. Тут вот все время, ну мясо постоянно продают, пойдем поглядим, что там за мясо у них и цены. Тут может и салу мы найдем. Ох, обалденные. А сколько печень стоит? Вот это по 400, свиная по 250. Вот по 400 рублей печень. Мясо все, надо все спрашивать. А мясо почем? Тебе написать? Да. Ну ладно, пойдем подальше. А почему идти подальше? Ну вы заняты, я же хотел спросить почем, а вы все заняты. Послали меня куда, говорит, иди куда подальше. Иди, говорит, куда подальше, родной. Иди куда подальше. И не знает. Скажешь, сколько мяса стоит у вас? Какое вам есть? Любое. Ну просто, чтобы знать. Я смотрю, вот это не бекон. Вот смотрю, не бекон. 400 рублей. 400 рублей. Вот это, да? Да. А вот вырезка, если? Задок вот такой-то. 450 рублей. Она тут похожа к бекону. Очень видно. Ну, а печенок тоже 400 рублей, да? Это завязый 400, да. 400, да? Свиная 250. Не понял. А есть, вы скажите, вот сал такое, чтобы... Ну, кто звонит мне. Сейчас, секундочку. У вас сколько вот это стоит там? 380. 380. Ребята. Просует 350. А это вот солить, да, 350. Ну, это офигенно. Что? Красота. Так. Тут само. Тут само. Тут само. Что-то особо, как-то радость нет. Меня встречает тут. Без особого энтузиазма. Так, так, так. Сколько ваш мясо? Все тут одинаково. 350, да? Какое вам мясо нужно? Мне нужно любое. Вот задок сколько стоит? Нет, не задок. Это не задок? А что, нога передняя? 300 рублей стоит. Это передняя нога? Задняя. А говорит, не задок. А задок это же задняя нога, или нет? Нет? Ну, я и дилетант, поэтому я и спрашиваю. Это по 300. Я понял. Это мясо. Это мясо. Считается. Задок мясо. Лопатка по 400. А это там кости. А, это кость одна, что ли? Ну, с костью. Ага. Ага. Больше кости, чем мясо, да? А для чего она нужна? Ну, и люди варят. А, варят. Молодец, да. Пищи варят. А, фарш сколько стоит? Фарш? Нет, не фарш. Вот он. А, вот еще фарш. Сколько стоит? Четыре с пятьдесят. Четыре с пятьдесят. Четыре с пятьдесят. Четыре с пятьдесят. Ну, цены одинаковые. Примерно. А вот говядина чуть не видно. Понятно, глянь. Говядина. А говядина? Говядина. А вырезки нет для вяжей? Бывает вообще? Нет. Сколько же вырезок стоит? Шестьсот восемьдесят. А, например, сколько? Килограмм два, наверное, да? Вырезка? Вы имеете виду почный филе. Конечно. Филе. Такого нет? Не отрезаете? Мы имеем виду филе. Закрог режен самопочечный, а вот от филе мы не вырезаем. Не вырезаете, да? Ну, если по желанию, для своих клиентов. Ну, она тоже рубля восемьсот. Восемьсот она и стоит. Ну, она и в Тамбур так стоит. Все понятно. Пасибочки. Дружи, это что, махорка что ли тебе? Сколько махорка стоит? Стакан. Гля, гля, она все высыпается у тебя. Смотри. Ну, накрыл бы он это. Как он, бумажка что ли? Не надо. Не надо. А табак какой еще есть там? Разный? Нет, табак просто. Вот это все кончилось. А, а вот сейчас осталась махорка одна, да? И сколько стакан? 100 рублей. 100 рублей. Обалдеть. Нормально. Так, все, прошли, пойдем там еще в одно место пройдем, поглянем, сколько стоит шматье. Теперь вот здесь вот они, продукты и заканчиваются. Дальше там шмотки. Смотри, готовый. Вот такая она, дешевая. Ну, а что? Так и противно стырочку еще. А то мы какие кромсы еще. Так, вот, вот различные собина, смотри. А это вот косметика, пожалуйста. Такао, глюкоз, карчусак. Резинки 100 рублей. Ну, косметика я не буду особо внимания уделять. Вот смотри, 90 рублей помидоры. Сейчас это хочу посмотреть. Давайте. Вот тут цветы даже продаются. Здесь, наверное, подешевле, чем в начале рынка. Какую цену питуньки у вас? 20 рублей. Один цветок, да? Да. А кабачки? 80 рублей килограмм. Женщина, а сколько клубник стоит вот этот? Вот остался. Жбанток у вас. Ну, сколько стоит? Осталось 200 рублей. Ну, это своя, как я понял, да? С огорода. Нет, смотри, у меня дома нет. Вот здесь 50. Кстати, своя клубник. 50 рублей, перец 120. Вот такой 60 рублей. Ну, здесь вот очень хорошо. Так, ну, смотри, здесь шмотки. Но в хорошие времена вот всё вот это всё было заставлено вот этими варьками с этими, со шмотками. А сейчас я смотрю, ну, тут вот есть и всё. дальше как бы пусто. Вот там с той стороны. Пойдём ещё посмотрим. Ну, раньше всё тут можно купить был. От палёного Абибаса какого-нибудь. Что там не значит? А сейчас ничего с этой нет. Посмотрите. Ну, боги-ботинки вот этих. Ну, а чё? Так, ладно. Да. Красотки вот какие-никакие. Ну, я смотрю. И в какую цену такие вот красотки? Любые? Открытые? Да. 1800. 1800. Ага. Понял. Ну, понятно. Ага. Спасибо. Смотрите. Ну, раньше. Даже. Пойдёмте. Ладно, дальше посмотрим. Сейчас с той стороны рынка. Пойдём ещё. Пойдёмте. 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 Первый. Это хозяйственный магазин. Вот этот вот. Второй там. По-моему, электроника. Магнитофон. Такие продавали. Ткани. Дальше было. А сейчас вот. Ведь сельхоз техника продаёт. Ну, вот это я говорю. Вот эта площадь вся раньше была забита. Вот эти вот кто шмотки торговал. И на дороге там сейчас. Всё это, конечно, такого масштаба не приобретает. Аптека вот. Чё-то, смотрю, не работает. По-моему, из неё автовокзал сделает. Ладно, идём дальше. Друзья, ну чё, мы прошлись по Уварскому рынку. Стал он меньше, конечно, в разы. В основном, я смотрю, люди берут продукты. Шматьё вот это вот никто уже не берёт, как раньше. Ну, и поэтому, соответственно, его и тут практически не стало. Ерунда какая-то. Я не знаю, даже, может, для деревень. В основном, наверное, люди покупают всё в магазинах. Но всё равно народу, как бы, коммерсантов стало в разы меньше. Сел я в машину. Тут ветер всё равно страшный на улице какой-то. Ну, может, тепло хоть нагонят. А то что-то прохладно сегодня ночью было. Так что, друзья мои, всё на этом. Желаю вам всего самого хорошего. И самое главное, как вы понимаете и как меня знаете, здоровью. Удачи вам!